Леонардо Гарсия и Марианна Торрес А также Луис Арьета, Тания Аридондо, Ирена Арейла, Аарон Беас, Адриана Катаньо, Родриго Качеру и другие Авторы сценария Мариэла Ромеро, Треди Арнандес, Хосе Луис Дуран Композитор Рамиро Пастрана Режиссер Луис Альберто Ламата Я поздоровалась. Что же вы молчите? Белинда! Полагаю, вы онемели от удивления. Ведь вы меня не ждали? Простите, что не написала из Швейцарии, что возвращаюсь. Дочка, зачем ты уехала из санатория? Почему не продолжила лечение? Синьора сказала, что тобой занимаются все самые лучшие врачи. Да. Я очень благодарна Лукресе и Адольфе за то, что они поместили меня в такую хорошую клинику. Все очень старались, чтобы мне стало лучше. Превосходное лечение. Но я поговорила с врачами и объяснила, что лучше паралич, чем быть в депутатах. Мы не ждали от семьи. Но мы тебя не ждали. Белинда, я так соскучилась. А уж как я соскучилась. По вам и по теплу домашнего очага. Моего очага. Белинда! Белинда! Ты! Здорово! Как же мы соскучились! Поначалу я не хотел мириться с тем, что она была моя жена. Даже осмелился поцеловать Белинду. Может, поэтому она решила уехать. По-моему, так лучше для нее. И для тебя. Да. Я проживу жизнь с Анабелой и сделаю ее счастливой. В этом смысл брака. Да. В этом. Я рад, что ты, наконец, осознал ситуацию и перестал думать о том, чего не может быть. Очень рад. Тебя зовут. Мартин, как дела? А у тебя? Привет. Привет. Я пришел забрать вопросы к экзамену профессора Герре. Потом на работу. Увидимся? Да, увидимся там. Ладно. Компанию отдали Асфальдо. Нужно твое согласие. Прости, Густаво, я уже ничего не решаю. Почему? Я не работаю в Арисе. Я пойду увольняться. Очень жаль. Правда? Зато тебе не придется каждый день меня видеть. А вот тут ты не прав. Точно. Рикардо твой будущий профессор. Что? Отнеси на четвертый этаж. Только быстро. Привет, Пати. Жеки, как дела? Хорошо. Слушай. Привет, бывшая начальница. Как мило, Пабло. Не сердись, я шучу. Ты какая-то... Ты что, не выспалась? Да, не выспалась. В последнее время я неважно себя чувствую. Все еще грустишь по Альфонсу? Ты не смотри на меня так. Я же по-доброму. И я по-доброму прошу. Не спрашивай меня о личной жизни. Все равно я ничего не скажу. Ладно. Пати, Адольфо пришел? Нет, не пришел. А Рикардо? Тоже нет, впрочем. Рикардо сказал, что придет увольняться. Что? Да. Красавчик Рикардо уходит из Ариса. Тетя, давай расческу. Я похож на бомжа. А чего ты ждал после вчерашнего? Все. Хватит. Лучше не получится. Вот. Спасибо. Альфредо, после всего, что ты рассказал про Арису и Адольфо, ты что-нибудь предпримешь? Нет, ничего. Зачем? Если Адольфо забрал из компании твои акции, то стоимость капитала резко упала. А ты тоже акционер. Альфредо, найми адвоката. Защищайся. А вот тут ты не права. Это не мои акции. Я не Арис Мэнди. Я не сын Роберто. Я не могу драться за деньги агентства и за наследство, которое оставил па... То есть, Дон Роберто. Альфредо, не болтай ерунды. Для всех нас ты его сын. Все знают, как он тебя любил. Ты поэтому устроил скандал? Ведь твоя мама и Адольфо предали память твоего отца. Да, но тогда я не знал правду. Теперь все иначе. Что иначе, Альфредо? Ты знаешь, кто тебя зачал? Ты же сам понимаешь, что он тебе не отец. Твой отец тот, кто тебя обнимал. Тот, кто сидел с тобой, когда ты болел. Тот, кто посвятил тебе жизнь. Это Роберто. Бог все понимает. Поэтому ты и носишь фамилию Роберто. Верно? Да, тетя, правда. Он лучший человек на земле. Я был бы счастлив, если бы он посвятил мне жизнь. Но это не так. Кроме того, зная он правду, он бы возненавидел меня. Слушай, хоть мне и больно, но я не его сын. Я не могу присвоить то, что мне не принадлежит. Прости, что мешаю, Рената. Но нам нужно поговорить. Мы так по тебе скучали. Слушай, я хочу посплетничать. Ты не представляешь, что тут творилось, пока тебя не было. Видела бы ты, что творилось с Белиндой в этой швейцарской клинике. Мы же договорились. Ну нет. Неужели ты не расскажешь? Донья Лукресия все раздувала, как жаба, когда говорила, что ты в лучшей клинике мира. Уж я-то ее знаю. Не верю я ей. Расскажи мне все. И поподробнее. Только не сейчас, ладно? Сейчас расскажи, что тут было. Только устроюсь поудобнее. Значит, все началось вчера. Пришел мой парень, Альфредо. Он хотел поговорить с матерью о нашей свадьбе. Карайма, ты шутишь? Он сам мне сказал. Но я уже не знаю, чему верить. Потому что начались такие крики, вопли. Он ушел. И ни слова мне не сказал. И так даже лучше. Ведь если он согласится с тем, что человек из высшего общества не может жениться на служанке... Карайма, перестань. Это тут ни при чем. Не знаю. Может, Альфредо разозлился на мать и все. Рикардо? Рикардо? Ой, он так по тебе скучал. Ты бы видела. Сейчас он в офисе, наверное, скоро вернется. Он с ума сойдет, когда тебя увидит. Представляешь? Они с Аннабеллой поссорились. Он хотел съездить в Швейцарию, проведать тебя. Правда? Клянусь. Крестом клянусь. Правда. Но он остался тут, потому что у Аннабеллы тут же разболелась почка. Ой, сижу тут, сложа руки. А где чемоданы? Внизу, в машине. Ты их принесешь? Сейчас. Спасибо. Ну, что ты тут устроилась? Вещи тебе принесут. Уверена, что хочешь остаться в этом доме одна, да? Да. Все идет по плану. Что она здесь делает? Как ее выпустили? Мы же заплатили им денег. Почему она молчит? Притворяется, что приехала из Швейцарии и что там ей было хорошо. Это опасно, Адольфо. Кто вытащил ее из этой психушки? Не знаю. Я буду делать вид, что я ни при чем. Когда я ездила в психушку, меня никто не видел. Так что это вы ее туда запихнули. Ясно? И это твоя реакция? Думаешь, вы так просто выпутаться из этой проблемы? Странно, что она не предъявила претензий. Ни слова, а психушки. Так, я звоню Камарго. Пусть объяснит, как Белинда вышла из клиники. Мама, зачем тебе чемодан? Я уезжаю? Нет. С меня хватит унижений. Я не позволю этому ничтожеству. Унижать меня только потому, что он спит с моей дочерью. Элоиза, мне надоели твои упреки и оскорбления. Рикардо, мы с Павло заинтригованы. Ходят слухи о том, что ты от нас уходишь. Это так? Надо же. Как быстро расходятся сплетни. Да? Я увольняюсь. Зачем? Прости, Рикардо. Я знаю, это твое решение. Ты понимаешь, что делаешь, но ты не успел влиться в команду. Проработал всего пару дней, и на тебе. Нет, я не понимаю, может быть, были проблемы? Нет. Если тебе нужна помощь... Да нет, у меня никаких проблем. Я проработал с вами несколько дней, но успел понять, что реклама это не мое. Мне предложили хорошую работу в университете, и я согласился. Рикардо, ты говоришь, что нет никаких проблем, но я все-таки спрошу. Густаво тут ни при чем? Нет, нет, конечно, нет. Это мое решение. И оно не связано ни с кем, ни в этом в офисе, ни в этой компании. Если допрос окончен, то я заберу свои вещи и напишу заявление об уходе. Хочу сказать вам обоим спасибо. Но мне уже пора. Пока. Хоть он и говорит, что реклама это не его, но, по-моему, тут что-то не так. Значит, Рикардо уходит из агентства? Да. А он не сказал тебе, почему? Нет, думаю, дело в Адольфо и акциях компании. Рикардо совершил достойный шаг. Хоть ты и не веришь, Рикардо совершенно не похож на своего отца. Ради Бога. Я прекрасно понимаю, что у тебя на него зуб. Не только у меня, но и у Белинды. Белинда. Белинда. До сих пор не уверен, что мы поступаем правильно. Надо следовать плану. Хотел бы я видеть лица Луквеси и Адольфа, когда войдет Белинда. Я боюсь. Чего? Белинда не понимает, что эти двое преступники. Они засадили ее в психушку. Заплатили, чтобы ее не выпускали. На что еще они способны? Альфонсо, успокойся. Нет, Густаво. Зря мы отпустили ее одну. А если Адольфо и Луквеси испугаются и решат довести дело до конца? Ведь это вполне возможно. Что она тут делает? Когда ты приехала? Только что, сеньора Элайза. Вы, как и все в этом доме, явно удивлены. Вы что, мне не рады? Ну, по их словам, ты должна была быть в Швейцарии еще долго. Но я рада. Мы тоже очень удивились. Знаешь, что она сказала? Что? Что пожертвовала своим лечением ради нас. Правда, сестренка? Да. А зачем вам чемодан, сеньора Элайза? Вы куда-то едете? Ухожу из дома. Продам кое-какие драгоценности. У нас с дрожайшим зятем разногласия. Так что я ретируюсь. А я-то мечтала о том, что мы будем жить здесь все вместе. Но неужели эти проблемы нельзя решить мирно? Без скандала? Нельзя? Я был бы очень признателен. Я бы хотела поговорить с вами наедине. Прости, Карлос. Мы разговариваем. Ничего, тетя. Мне уже давно пора. Пока. Альфредо, береги себя, хорошо? Спасибо, тетя. Спасибо. Не за что. До встречи, Карлос. Рената, я всю ночь не спал и думал о твоих словах. Ты сказала, что выяснила кое-что о нашем сыне. Я? Нет, Карлос, ты не понял. Не надо, Рената. Вчера, до прихода племянника, ты собиралась сказать что-то о нашем сыне. Где он? Что тебе известно? Прости, Карлос. Я не могу сейчас об этом говорить. Почему? Потому. Мне плохо, у меня проблемы. Альфредо поругался с моей сестрой. И ему надо помочь. Ты уже ему помогла. У него все хорошо. Он может сам решить свои проблемы. Просто ты ищешь предлог, чтобы напиться. Убежать от реальности. От ответственности и от проблем. Замолчи! Я не позволю. Я не прошу. Я требую. Я имею право знать, где мой сын. Пусти меня. Пусти! Ты все узнаешь, но не сейчас. Нет, Рената. Не держи меня за идиота. Я умоляю тебя сказать, где наш сын. И кто он. Боже мой. Уже так поздно, а его нет. Так даже лучше. Может, он меня позвал, чтобы попрощаться. Нет, нет, нет. Боже мой. Только бы он не сказал, что меня не любит. Что поговорил с мамой и решил, что нам лучше расстаться. Нет. Только не это. Привет. Как хорошо, что ты пришел. У меня душа в пятки ушла. Что вчера было? Почему ты убежал, ни слова не сказав? Ну, что с тобой? Что случилось? Говори. Ничего. У меня была трудная ночь, но мне уже лучше. Нам нужно поговорить. Поэтому ты меня позвал? Альфредо. Не знаю, как ты это воспримешь. Альфредо. Мог бы и по телефону сказать. О чем ты? При чем тут телефон? Да что с тобой? Я знаю, что ты мне скажешь. Что? Что ты разрываешь нашу помолвку. Что нам лучше расстаться. Что я служанка, я не стою тебя. Что мы вообще не пара, что... Альфредо. Какой ты неблагодарный. Я не думала, что ты заставишь меня пройти через такое. Что? Что? Патрисия, что там с кофе? Сражаюсь с кофемашиной. Сейчас. Слушай. Что-нибудь нужно? Да. Отдай это папе. Конечно. Кстати, почему он не пришел? Не знаю. Наверное, скоро будет. Ладно, мне пора. Скажи ему, что я его ждал. Конечно. До встречи. Привет, любовь моя. Что ты тут делаешь? Пришла к тебе. Ты же лежишь и отдыхаешь. Да. Но я хотела узнать, не пригласит ли мой красавец муж меня на обед. Давай я тебя приглашу. Тут неподалеку есть местечко, что скажешь. Отличная идея. Отлично. Я уже уволился, так что совершенно свободен. Идем? Идем. Пока. Да, до встречи. Пока, пока. Любовь моя, мой ангел. Своди меня пообедать. Нет, лучше я тебе. Мой сладенький, мой миленький. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это надо же, а? Ля-ля-ля. Идиотка. Я понимаю, что вы онемели, когда мы с Вероникой вошли в дом. Нет. Это не чудо. Представляю, как вы удивились. Вы думали, что избавились от меня. Что вы видите меня в последний раз. Особенно ты, Лукресия. Ты заплатила им, чтобы меня умолили голодом? Белинда. Давай на чистоту. Ситуация сложилась невыносимая. Ты должна быть мне благодарна. Ведь я избавила тебя от нападок. Аннабеллы. Сколько можно лгать? Когда ты привезла меня в больницу, ты сбросила ту маску, что носила с моего приезда в этот дом. Ты унижала и оскорбляла меня, как никогда. Ты желала мне смерти и говорила гадости. Ведь ты была уверена, что мы больше не увидимся. Ты чуть не убила меня. Но предоставила это той стерве, которая превратила мою жизнь в ад. Белинда, я уверен, что есть способ уладить разногласия и возместить тебе ущерб. Возместить? Да. Возместить. Как вылечить душу от оскорблений, нанесенных вами? Адольфо, ты помог ей запереть меня в камере. И ты тоже виноват. Вы заслужили тюрьмы. Там вы заплатите за то, что вы сделали. Постой, Белинда. Ты подаешь в суд? Ты заявишь на нас в полицию? Нет. Пока я не сделаю ничего. Но готовьтесь. Вы сами запроситесь в тюрьму. Даже в самом страшном кошмаре вам не снилось то, что я сделаю. Вы пожалеете, что я не отдала вас в руки правосудия. А почему ты не идешь в полицию? Потому что я хочу, чтобы вы заплатили за каждую связинку, которую я пролила. Я знаю, что неопределенность и страх худше из наказаний. Значит, ты хочешь отомстить. Ты же добрая. Откуда в тебе столько ненависти? Ты меня упрекаешь? Ты выплеснула всю ненависть. Тебе было плевать, что я прикована к креслу и не могу защищаться. Я так много выстрадала. Я поняла, на что способны люди, когда зло в их душе одерживает верх. Амбиции и ненависть превратили вас в монстров. Вы заплатили, чтобы со мной плохо обращались. И самое печальное в том, что мои страдания оплачены деньгами моего отца. Белинда, мы с Лукресией можем заплатить тебе за эти страдания. Что ты себе возомнил? Думаешь, меня интересуют только деньги? Ты же ограбил папу! Погоди, Белинда. Что ты собираешься с нами сделать? А куда вы так торопитесь? Пока что вы будете делать все, что я вам скажу. Если вы не хотите, чтобы я позвонила в полицию и устроила скандал, и тогда все узнают, что вы за люди. Не думала, что у тебя такая черная душа. Не мечтала. Строила планы и думала о том, сколько у нас будет маленьких Альфредо и Караем. Ты не хочешь на мне жениться? Знаешь, это слишком. Я не могу в это поверить. Это так ужасно. Погоди, Караема, дай мне хоть слово сказать. Когда я такое говорил? Конечно, я хочу на тебе жениться. Правда? Конечно, хочу. Только сейчас... Не могу. Ну вот, я же говорила. Хочу, но не могу. Чего ты боишься? Скажи мне это в глаза. Скажи, что разрываешь помолку, что не любишь меня. Давай же, будь мужчиной. Подожди. Чего мне ждать? Я по твоему лицу все вижу. Подожди, я тебе все объясню. И что ты мне объяснишь? Что ты помирился с мамой и получишь наследство? Не получу я наследство. Вот в чем дело. Адольфо перевел все деньги, которые причитались мне, Белинди и Аннабеле, в другое предприятие. Слушай, если ты знаешь, кто это сделал, можешь что-нибудь предпринять, нанять адвоката, подать против него жалобу. Караима, это наследство мне не принадлежит. Но теперь я совсем ничего не понимаю. Поэтому мы вчера и поругались с мамой. Дело в том... В том, что я не сын Дона Роберто, Арис Мэнди. Мой настоящий отец, Адольфо. Вот что я хотел тебе сказать. Что ты молчишь, Рената? Расскажи, что знаешь. Карлос, пойми, мне это тяжело. А мне, думаешь, легко? С того дня, как я узнал, что у меня есть сын, я все время думаю, где он, как ему живется. Меня это убивает. Мне больно. Я за него волнуюсь. Я прекрасно тебя понимаю. Тебя это чувство терзает пару месяцев. А я пронесла его через всю жизнь. Я жила с этой болью 20 лет. Тогда говори. Почему ты не хочешь сказать, где он? Что ты скрываешь? Я ничего не скрываю. Ничего. В чем дело? Этот тип тебя обижает? Эй, придурок. Это не то, что ты думаешь. Мы разговаривали. Боже. Я никогда не думала, что они так похожи. Я не способен причинить Ренате боль. Раз уж ты здесь, мы с тобой поговорим и выясним все недоразумения. Мне не о чем с вами разговаривать. Особенно, если речь о моей матери. Густаво, Карлос уходит. Останься со мной. Карлос, прошу тебя. Я никуда не уйду. Нам нужно многое обсудить. Мне что, придется ждать следующего момента? Карлос, прошу тебя. Любовь моя, спасибо. Я так рада. Я давно себя так хорошо не чувствовала. Я рад, что тебе хорошо. А ты как ты? Не нравится обедать с женой? Конечно, нравится. Закажем еду? Да, но сначала давай выпьем шампанского. Шампанского? Да, чуть-чуть, бутылочку. Отметим, что мы вместе. Что ж, давай. Да? Сейчас к нам подойдет официант. Ты мне рассказал про университет. Все прошло очень хорошо. Да? Я очень рад, что начну преподавать. Конечно, это ненадолго. Потом мы с Мартином опять откроем фирму. Любовь моя. Не знаю, что в тебе такого, но ты сделал меня самой счастливой женщиной на свете. Я так рада, что мы можем ходить везде вдвоем, как нормальная пара. Да, я уже осознал, что ты моя жена, и нам надо попытаться жить счастливо. И ты не пожалеешь. Я сделаю тебя счастливым. И знаешь, почему? Почему? Я же тебя люблю. И почему же нам нужно тебя слушаться? Мы не рабы и не твои слуги. Я не потерплю унижений. Лучше тюрьма? У вас нет другого выхода. Я могу доказать ваше злодеяние. У меня есть свидетели. Доня Дьявла и Камарга. Они дадут показания, чтобы не сесть за решетку. Это они помогли тебе сбежать? Они до последнего не давали мне уйти из больницы. Кто же тебе помог? Как ты выбралась? Я знаю, ты ничему и никому не веришь. Но пойми, Лукреси, чудеса бывают. Белинда позвонила и сказала, что срочно возвращается в Мексику. Странно, что она так рано решила уехать из Швейцарии. Очень странно. Где она? Можно к ней? Она разговаривает с Лукреси и ее мужем. Мы все удивились возвращению Белинды. Ведь ее лечение должно было продлиться не один месяц. Она не сказала, почему вернулась? Нет, она не объяснила. Просто сказала, что возвращается. Наверное, ей стало одиноко в Швейцарии. Нелегко привыкнуть к чужой стране. А, вот и Белинда. Крестный. Я так рада тебя видеть. Дорогая. Я соскучилась. Привет, Золотца. Почему ты решила вернуться? Крестный, не упрекай меня в том, что я пожертвовала лечением. Я скучала по семье. Скучала по теплу этого дома. Как мило. Детка. Видите, теперь ее никто не похищал. Что? Да, твой крестный думал, что Лукресия и Адольфа тебя похитили. Представляешь? Крестный. Как ты мог подумать такое об Адольфе и Лукресии? Мог. Они меня любят? Да, я хотел обвинить Адольфа в том, что он украл акции отца и предал его доверие. Более того, я купил пистолет и хотел его убить. Ой, я была права, когда говорила, что ты какой-то странный. Да, но когда я наставил пистолет на этого урода, пришла мама и сказала, что он мой отец. Я им поверил. Теперь понимаю, почему было столько криков. Если бы я знала, что будет так, я бы не впустила тебя в дом. Поверь, я не хотел узнать правду. А я-то дура думала, что все дело в том, что ты рассказал маме про нашу помолвку. Я так волновалась. Не волнуйся. В этом есть свои плюсы. Не надо ни у кого просить разрешения. Со вчерашнего дня у меня нет семьи. Альфредо, не говори так. Это правда. Для меня мама умерла. Изысканно. Да. Любовь моя, я думала, что наша комната... Но она раньше была моей, поэтому она в моем стиле. Давай сделаем ремонт, чтобы тебе стало уютнее. Конечно, отличная идея. Правда? А еще я думала, что наша свадьба так плохо закончилась. Вся эта история с Альфредо... Верно. Давай поедем в медовый месяц. Уверена? Тебе же недавно было плохо. Любовь моя, ты и мое лучшее лекарство. Мне нужно, чтобы ты был со мной. Чтобы ты меня ласкал, обнимал. Кроме того, когда еще я смогу увидеть океан, вдохнуть морской запах? У меня так мало времени. Конечно, ты увидишь море. Я тебя отвезу. Любовь моя. Видишь? Давай выпьем. Давай. За это я тебя и люблю. Я знала, что ты сделаешь меня самой счастливой. И я буду тебе идеальной женой. Идеальной подругой. Идеальной любовницей. Я люблю тебя. Мы будем очень счастливы. Да. Давай, я сегодня же закажу отель. Мы обязательно поедем, куда захочешь. Отлично. Да, но у меня одна просьба. Проси, чего хочешь, любовь моя? Да, мне два дня. Зачем? Я хочу узнать, как дела у Белинды, а затем мы поедем. Не забывай, я дал слово ее тете. Я просто хочу узнать, как у нее дела. Ну, если хочешь узнать, как она... А это не займет много времени. Белинда уже здесь. Она вернулась сегодня утром. Она здесь? Да. А почему ты мне не сказала? Держи. Спасибо, это не обязательно. Густаво, мне это в радость. О чем ты хочешь поговорить? Прежде всего, я хочу извиниться за то, как я повел себя с Карлосом. Но этот человек выводит меня из себя. Ничего. Нет, не ничего. Наши с ним ссоры тебя не касаются. Во-первых, я тебя очень люблю, и я подумал, что он тебя обижает. Во-вторых, он бесит меня, потому что у них с моей мамой что-то было. Поверь, у меня это осталось в прошлом. Да, но он одержим моей мамой. И все, что он говорит, так или иначе, связано с ней. А она больше не хочет видеть моего отца. Ну и дела. Я думал, что любящие люди могут решить любые проблемы. А теперь вижу, что это не так. Особенно, когда возникает этот идиот, вроде Карлоса Перейры. Густаво, я понимаю, что ты чувствуешь. Знаю, что твоя жизнь изменилась. Но будь объективен. Карлос не виноват в разводе твоих родителей. Не уверен. И еще я хотел сказать тебе, что свалял дурака с Белиндой. Я думал, Адольфа и Лукресия ее похитили. Так вот, я был неправ. Ты что-то узнал о Белинде? Да. Она позвонила и сказала, что сегодня возвращается. Думаю, она уже дома. Да. Отлично. Да, сначала я думал, что он не согласится. Но он согласился, и ему сразу же дали должность. Это здорово. Представляешь, будет здорово, если мне придется сдавать ему экзамены и учить его предмет. И речи быть не может. Если я узнаю, что Рикардо твой преподаватель, тебя переведут в другую группу. Только не это. Да. Здравствуйте. Привет. Как дела? А у тебя? Привет. Привет. Тут Густаво не пробегал? У меня сенсация. Он тут был, но рано утром. А что за сенсация? У тебя улыбка до ушей. Думаю, вам тоже понравится эта новость. Угадайте. Нет. Белинда. Что с ней? Она вернулась из швейцарской клиники. Вернулась? Ух ты. Здорово. Погоди, а как же похищение? Ты что? Я сама встречала ее в аэропорту. Отличная новость. Как дела? Привет. Что-нибудь узнала? О чем? Об уходе, Рикардо. Нет, ничего не понятно. Говорят, он поссорился с Адольфо. И серьезно. Я ничего не знаю и не собираюсь распускать сплетни. Мне все равно. Зря ты так. Тебе не кажется, что в агентстве что-то происходит? Причем что-то очень странное. Первое. Адольфо не пришел, хотя подсапался с сыном. Второе. Лукресии вообще не видно. Третье. Рикардо уволился почти сразу после начала работы. Четвертое. Эринита вышла из офиса Рикардо вся в слезах. Черт. Тебе бы в разведке работать. Жаки, это очевидно. Брак Адольфо и Лукресии спровоцировал кризис, который дестабилизирует агентство. Этой компанией Крышка. Теперь ты скажешь, что мы должны что-то предпринять. По крайней мере, попытаться уйти с честью. Уволиться из АРИС и создать свое агентство. Быть себе хозяевами. Можно переманить пару клиентов. Как тебе? Крестный, не могу поверить. Ты правда думал, что Адольфо и Лукресия меня похитили? Что мне сказать? Я волновался. Ты не звонила, рассказать, как твои дела. А Лукресия дала мне номер телефонов, которые никак не связаны с клиникой Соверленд. Вот я и подумал, что эта клиника не существует. Ну что вы. Крестный, как ты мог подумать? Она существует и расположена в живописнейшей деревушке. Там очень, очень красиво, да? Да. Очень красивая местность. Очень. Со мной очень хорошо обращались. Я чувствовала себя королевой. Но потом соскучилась и решила вернуться на родину. Вот и все. Ясно. Представляешь, твой крестный обратился в полицию. Крестный. Хорошо, что я вернулась. Извинись перед Адольфой и Лукресией за то, что так плохо о них думал. Ну, простите за это недоразумение. Но вы тоже поймите его. Мой крестный меня очень любит. Белинда, я рад снова тебя видеть. Как дела? Хорошо? Как здорово. Все нормально? Рассказывай. Фильм переведен и озвучен компанией Интро Коммунике.